Всем привет! Я Женя и хочу поздравить сильную половину человечества с праздником, а прекрасной половине подсказать, что пена для бритья и носки это отстойный подарок, и букет из носков тоже. Так что смотрите сегодняшний выпуск и узнайте, какие презенты из мира 3D дронов виртуальной реальности сегодня реально в тренде. Терминаторы с Перми напечатаны на принтере, баталии дополненной реальности на банкнотах, дроны-талисманы, дроны-мусорщики, дроны-мотоциклы, а также их убийцы и настоящие шпионские очки. Всем известно, что мужчины, да и женщины, чего ж там стесняться, любят подглядывать. Так вот, теперь все, что где-то подглядел, можно заснять на видео. В продаже появились настоящие шпионские очки. Очки-подглядушки, ну а как их еще назвать, представила компания Snapchat, та самая, у которой одноименная социальная сеть. Это довольно забавный и яркий аксессуар, который позволяет снимать видео до 30 секунд и транслировать его в Snapchat и на другие сайты. Очки могут записывать видео с углом обзора в 115 градусов. Достаточно просто незаметно нажать кнопку на дужке очков и записать то, что прямо сейчас происходит перед твоим носом. Стоит гаджет всего 129 долларов. Одна незадача в России их могут запретить, так как очки действительно похожи на шпионское устройство. Так что перед покупкой лучше проконсультируйтесь с юристом. А если все-таки решили купить, особо не палитесь. Хорошо будет с такими очками снимать реакции игроков на новый виртуальный хоррор. Paranormal Activity VR готовится к релизу и обещает быть одной из самых страшных игр. Игра имеет прямое отношение к знаменитой франшизе «Паранормальное явление» и была создана совместно с компанией Paramount. Хоррор-бродилку Paranormal Activity The Lost Soul уже демонстрировали в раннем доступе на выставке. Подопытные чуть не получили инфаркт. Релиз официально намечен на 14 марта 2017 года. Игра выйдет для Oculus Rift и HTC Vive, а чуть позже и для PlayStation VR. Цена игры пока неизвестна. Пока ждем страшилку, можно поиграть в игру дополненной реальности от российских разработчиков. Тем более она посвящена войне и в качестве поля сражения используют банкноты. Маленьким и большим мальчикам точно развлечения понравятся. Компания из Санкт-Петербурга Pelegrim 21 сделала интересное мобильное приложение Money Battle, которое оживляет деньги. Так на рублях появляются пушкари эпохи Петра I, а на евро защитники Карла Великого. Далее, положив купюры друг напротив друга, можно развернуть баталию. Скачать приложение можно уже и для iPhone и Android на сайте разработчиков. Война войной, а обед по расписанию. Так что наша следующая новость про еду. Американская куриная сеть пастфуда завела специально обученных коров, которые приносят людям виртуальные очки. А в них приложение с призывом есть побольше к курочке. Chick-fil-A это сеть быстрого питания из Атланты, которая, как вы уже догадались, делает бургеры с курицей. С 1995 года ресторан прославился на весь мир необычной рекламой. Смешные коровы, размещенные на билбордах, призывали американцев есть побольше курицы и поменьше говядины. Сделано это было не только для того, чтобы поднять продажи бургеров, но и спасти несчастных коровок. И вот теперь Chick-fil-A решила призывать народ отказаться от говядины при помощи виртуальной реальности. Так появилось специальное приложение Chaos VR. В нем отважные коровки предлагают вам прокатиться по горам, полетать в воздухе и испытать кучу положительных эмоций. Коровы, естественно, с привычными антиговяжьими плакатами. Кто знает, может кого-то это и остановит от поедания телятинки. Хорошо, что реальные коровы не летают, а вот мотоциклы уже начали. Российские разработчики явили миру необычный дрон-мотик. Стартап Hoversoft сконструировал первый в мире летающий квадрокоптер с пилотом на борту. Внешне он напоминает мотоцикл, у которого вместо колес винты дрона. Парящий мотоцикл может развивать скорость до 50 км в час и летать где-то полчаса на полном заряде батареи. Пока Scorpion 3, конечно, далек от совершенства и довольно непростой в управлении. Да и выглядит так, как будто вполне может отрубить ноги. Компания планирует доработать Scorpion 3. Стоит отметить, что это уже третья модель летающего мотоцикла. И с каждым разом она все лучше и лучше. Зато в Китае с дронами не заморачиваются. Тут сделали первого в мире квадрокоптера-уборщика. В общем, смотрите, что из этого получилось. В китайском городе Саньян к дрону попросту присобачили огнемет. Теперь это неведомое нечто сжигает мусор с высоковольтной линией передач. Сделали его, чтобы лишний раз не залезать на лэпы. Выглядит огнедрон жутковато. Даже думать не хочется, что может быть, если он попадет в неумелые руки. Поэтому в свободной продаже он пока точно не появится. Китайцы радуются дрону-огнемету, а японцы дрону-няшке. В стране восходящего солнца появился новый талисман. Летающая собачка Якимару. Сделали дрон по образу и подобию почившей в 17 веке пси-ни принца Сетоку. Теперь белая собачка с пропеллером летает по городу Оджи и веселит народ. Якимару гоняется за спортсменами, осматривает достопримечательности и наслаждается жизнью. Недолго думая, японцы сделали из щенка-квадрокоптера талисман, завели ему страничку на фейсбуке и окружили местными суевериями. Так, если встретишь его на пути, будет тебе удача и счастье. Осталось только завести черную кошку-квадрокоптер, и баланс добра и зла будет в норме. Главное, чтобы собака Карлосон не встретила на своем пути орла-охотника на дронов. Птички как раз проходят специальную подготовку во Франции и Нидерландах. На военно-воздушной базе в Мон-де-Марсан молодые орлы учатся сбивать дроны, которые нарушают границы воздушного пространства. Это нужно для того, чтобы обезвеживать квадрокоптеры, которые находятся на территории нелегально. Такую же подготовку проходят и орлы в Нидерландах. За вкусный кусочек мяса птичка готова поломать дрон полностью. Так что лучше не запускать квадрокоптеры в этих странах без специального разрешения. Ну а напоследок новость из серии о чумелой ручке. Пермяк, ну в смысле житель Перми, сделал себе робота сам. Причем не просто игрушку, а настоящего терминатора в полный рост. Программист Александр, скорее всего, большой фанат фильма, посвященного терминатору. А именно модели Т-800. И всегда мечтал иметь у себя дома вот такую штуку. Поэтому напечатал ему детали на принтере и написал программу. Короче, получилось вот это. Воскресенье. Текущее время 6 часов 22 минуты вечера. Очень даже похоже. Единственный недостаток пермского терминатора, он жрет очень много электроэнергии и пока может работать только от сети. То есть сидя на стуле. По дому железный человек не ходит. Ну, может быть, это даже и к счастью. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и всегда будете на позитивной волне. Хороших выходных. Всем пока. Хочешь быть в курсе всех новинок в сфере виртуальной реальности и видеоигр? Кликай вот сюда и смотри больше выпусков новостей от 3DWR. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.